Мощность нашего цементного завода составляет 1,1 миллилитон цемента в год. Цифра, которую даже сложно осмыслить, всего лишь годовой объем цемента, который выпускает Красноярский цементный завод. Специалисты рассказывают, завод не только мощный, но еще единственный в России, кто имеет сертификат Американского института нефти. Однако высокие результаты значат и огромные объемы работы. Производство цемента – дело не самое чистое. Для того, чтобы снизить экологическую нагрузку, предприятие модернизирует свое производство. Установили новую дымовую 130-метровую трубу вместо трех низких и устаревших, а также многоканальную горелку. Теперь процесс изготовления бетонного сырья идет быстрее. На одной из печей обжига запустили новый современный швейцарский электрофильтр, который может улавливать самые мелкие частички пыли и собирать их. А главное – установили датчики, которые фиксируют, какие именно вещества выходят из трубы и в каком объеме. При этом отслеживать качество воздуха над трубой совсем скоро смогут и все красноярцы. Система мониторинга у нас заходится в завершающей фазе. Фаза – это пусконаладка оборудования РАС. Второе – совместно с ВНИИМСом. Это институт Росстандарта. Заканчиваем разработку и утверждение методики средств измерения. Работы планируем выйти на эту конечную фазу. Конец апреля, начало мая. Но экологическая модернизация – это понятие глобальное. До 2024 года президент поручил снизить все выбросы в нашем городе на 20%. Поэтому свое воздействие на экологию снижают все крупные предприятия. О результатах сегодня губернатору отчитались еще и представители «Русала» и СГК. У последних за несколько лет тоже появилась новая дымовая труба 275 метров и современные электрофильтры. А еще они активно замещают маленькие копчащие котельные. В этом году закрыть их планируют около 20. Уделять особое внимание качеству воздухопредприятиям рекомендовали в режим неблагоприятных метеоусловий. Предприятия, которые участвовали сегодня в совещании, берут на себя повышенные обязательства при объявлении режима неблагоприятных метеоусловий. Идут навстречу, сокращают объемы производства. Поэтому такой подход должен быть распространен безусловно на все предприятия. Их у нас, конечно же, гораздо больше. Но на этом модернизация предприятий не останавливается. Производства будут и дальше снижать выбросы, особенно в период НМУ. А еще глава региона поставил задачу, как можно быстрее доработать сайт «Красэкологи» и мобильное приложение, где жители смогут получать информацию о качестве атмосферного воздуха. Есть приложение «Красэкологи». Мы планируем точку сборки на территории Красноярского края. Уж поскольку мы здесь правительство Красноярского края сделает на нашем официальном сайте. И коллеги из крупных предприятий дали на то свое согласие. Но крупные предприятия – это не все источники загрязнения в городе. Мероприятия по снижению выбросов предусмотрены и для других загрязнителей. Транспорта, малокотельных, частного сектора и в части застройки города. Чтобы максимально снизить нагрузку на экологию Красноярска. Алена Крашенинникова, Вячеслав Казаков. Новости Прима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова